В ходе пресс-конференции, прошедшей 11 июля 2016 года в Душанбе, директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худойберди Халикназар заявил, что возвращение влиятельным и авторитетным мулам трибуны в мечетях для проповеди не поможет в борьбе с экстремизмом. По словам Худойберди Халикназар, эмиссары исламского государства ИК используют такие ухищренные методы, что традиционные призывы не помогут бороться с экстремизмом или оставить присоединение молодежи к ИК. Также он подчеркнул, что на стадии завершения находится разработка национальной стратегии РТ по предотвращению насильственного экстремизма и радикализма, ведущих к терроризму. Предложение специалистов ЦСИ в данной стратегии заключается в том, чтобы начать обучение истории ислама ханафитского толка, который является толерантным в старших классах средних школ. «Когда со школьной скамьи молодежь узнает об истинном исламе, то радикальным эмиссарам сложно будет сбивать ее с пути», – резумировал он. Отметим, что режим Арахмона еще в 2009 году выбрал для себя роль защитника ханафитского мазгаба, как один из методов в борьбе с исламом, и этот метод в кое-то время был результативным. В силу того, что основная часть населения Таджикистана придерживается именно ханафитского мазгаба, режим при помощи богословов, состоящих у него на службе, пытался навязать народу понятие о том, что все исламские мысли, распространяемые посторонними богословами, являются для народа чуждыми и ведущими к заблуждению. Но на сегодняшний день, как отмечают эксперты, основная часть населения Таджикистана, особенно ее молодежь, осознала, что пропагандируемая властями так называемая толерантность не имеет ничего общего с исламом и ханафитским мазгабом. И этот факт указывает на беспомощность Арахмона в идеологической борьбе против ислама, что заставляет режим ужесточать силовые методы в борьбе с инакомыслием. Субтитры создавал DimaTorzok